Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск сегодня», а в студии для вас работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова. На календаре сегодня 9 марта, вторник, и сегодня в течение 45 минут мы поговорим о «Неделе девятиклассника» и о концепции детско-юношеского туризма, о трудоустройстве горожан и о самозанятости. А после познакомимся с авторами нового кинофильма «Рядовой Черин» и узнаем, когда горожане смогут посмотреть эту киноленту. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы смело можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 320066-32166, а также вы можете задавать вопросы по ватсапу 8-914-428-8818. А между тем, с сегодняшнего дня в Якутске стартует «Неделя девятиклассника». Что ждёт наших детей после окончания девятого класса? Какие перспективы открываются при выборе профиля обучения в 10-м классе? Ответы на эти и другие вопросы, волнующие учеников, родителей и педагогов, можно получить на мероприятиях «Неделя девятиклассника-2021 Якутск», организованной Управлением образования города Якутска. И более подробно об этом мероприятии нам расскажет Алексей Семёнов, начальник управления образования города Якутска. Доброе утро, Алексей Крементьевич. Доброе утро, Марина. Скажите, какова цель этого проекта и что можно будет узнать на этих мероприятиях? Основная цель – это подготовка обучающихся и их законных представителей, родителей, выбору маршрута обучения выпускника девятого класса, то есть продолжение обучения в профильных классах или поступление уже в колледжи. А как будут проходить эти мероприятия? Оффлайн, онлайн? Мероприятия будут проводиться и в режиме очном и в дистанционном формате. Организаторов очень много, участников больше 22 организаций, предприятий России и нашей республики. Вообще, кто может принять участие в этих мероприятиях? Ну, это могут выпускники девятых классов, родители и также любой желающий, который интересуется судьбой своего ребенка уже по окончании девятых классов. Это могут быть и родители восьмых классов посмотреть. Программа у нас размещена на сайте управления образованием, ну, открытой форме. То есть получается, что ребенку или его родителю нужно будет подать заявку, как-то заполнить какие-то там анкетные данные? Как вот это происходит? Нет, буквально открыто, то есть имеется ссылка на Zoom-конференцию, регистрируйтесь, и вот, ну, есть определенные требования открытости, да, вот, записывайте свои данные и входите, и участвуйте, слушайте. Но это в том случае, если он пойдет, будет участвовать в этом проекте онлайн, да? А если ребенок хочет очно? Очно, у нас все классные руководители и вот родители в девятых классах осведомлены, и школу вот информацию своим выпускникам передали, и, соответственно, можно, вот, если мероприятие у нас проходит в очной форме, то это происходит в школе просто. А, то есть в своей школе? Ага, а с кем будут проводиться встречи, вот, с кем может девятиклассник встретиться? Ну, очень много у нас интересных людей, эта конференция у нас будет с министром внешних связей и делам республики Саха-Якутия Кириллином Гаврилом Витальевичем, вот, доцентом кафедры медицинского института СВФУ, кандидатом медицинских наук неустроим Петром Афанасьевичем, вот, заведующим кафедрой социологии и управлением персоналом финансо-экономического института СВФУ, кандидатом экономических наук Михайловой Анной Викторовной, они расскажут, ну, в каких профильных классах обучались, какие предметы выбирали, вот, и последующая роль, вот, вот, учебной программы в их жизни. Ну, вы, как никто, знаете, наверное, да, как много ребят после девятого класса уходят в колледжи и сколько остаются вот в школе? Как много вот? Ну, в школе остаются у нас 60% выпускников десятых классов, профильных классов, да, ну, кроме этого, еще есть у нас общеобразовательные классы, 40% уходят в колледжи. Из 40%, которые уходят в колледжи, вот, ну, 30% это хорошисты учебы, то есть дети успешные в учебе, и они целенаправленно, вот, в последние годы поступают в среднее профессиональное образование, чтобы уже, ну, с ранних лет трудоустроиться, зарабатывать, ну, и себе на дальнейшее обучение и на жизнь, вот, средства. С чем это связано, как вы думаете? Это связано с экономикой страны, с тем, что вот уже, ну, дети уже созревают, рано становятся уже взрослыми, хотят уже самостоятельной жизни и вот уже определяют. И благодаря, наверное, вот таким конкурсам, как WorldSkills, да, вот, жюниоры и вот обычным соревнованиям, они получают уже информацию и хотят уже связать свою судьбу уже с какой-то конкретной профессией. Ну, и потом после колледжа, если они захотят продолжить обучение, то они поступают в вузы. Да, профильные вузы, и, соответственно, уже в заочном форме или в очном уже, это их выбор. А ребята, которые остаются в школе и идут в 10 класс, вот, по статистике, какой профиль они чаще всего выбирают? Ну, профили в зависимости из года в год, они разные. Ну, традиционно, это физико-математический профиль, это изучение математики, физика уже углублено. Также дети, которые поступают в медицинские организации, да, биолого-химический профиль. И также вот информационные технологии сейчас вот очень стремительно у нас развиваются. И уже, ну, правовые структуры, это история, общество знания и вот юриспруденции. А какие вот профильные классы и в каких школах нашего города, да, существуют вообще? Ну, сейчас вот мы работаем над моделью старшей школы, и в школах у нас появляются вот свои профильные классы. Вот классы у нас есть вот по линии Министерства внутренних дел, есть медицинские классы, допустим, в 31-й школе. Вот самое новое, это благодаря летней аэрокосмической школе, вот, Артик-Космос в 33-й школе у нас появился класс МЧС. У нас подписано соглашение в прошлом году с главным управлением МЧС по нашей республике. И дети уже будут получать, вот, пандемия нам помешала в этом году, но со следующего года уже дети будут проходить практику, ну, в какой-то части, вот, внеурочки, да, уже на базе МЧС. Ага, а вот ребята, которые сейчас отучатся в 9-м классе, да, вот, услышали эту информацию, которая от вас прозвучала, классы МЧС, классы МВД, медицинские, да, как они могут туда поступить, какие-то экзамены внутренние или тесты? Ну, в первую очередь, это, конечно, ну, выпускные экзамены, кроме этого, уже в профильных классах идут, ну, тестированные, ну, экзамены внутренние, это уже внутри школы, обычно это объявляется уже, ну, в конце учебного года, в мае месяц, открыто, вот, по всем средствам массовой информации идет набор. Вот, допустим, в этом году мы собираемся на базе портовских школ, 38-й, 24-й и 30-й школы, открыть в пилотном режиме в начале, да, вот, это будет поэтапно вводиться в течение нескольких лет, нынче мы откроем такой профильный класс в 30-й школе, то есть дети, которые будут поступать уже в сторону авиации, будут поступать, они могут поступить в этот класс, для этого, для летчиков, ну, будущих летчиков необходимо будут пройти в ЛЭК, это медицинская комиссия, которая, ну, проходит в авиапорту, и соответствующие профильные экзамены по математике, физике, и это необходимо, чтобы наши дети с ранних лет уже могли, ну, исправить состояние здоровья, чтобы у них не было правонарушений, и, конечно, углубить свои, ну, укрепить свои знания уже в каких-то определенных областях. У нас есть, вот, предварительная договоренность с нашим училищем гражданской авиации, и наши дети будут проходить уже в неручную часть, вот, ну, по аэродинамике, по каким-то спецвещам уже на базе училища. Очень замечательная новость. А куда вот эти ребята могут поступить после вот этого специализированного класса? Получается, в училище летное наверняка, да, наше? Вот, училище, и уже те, кто сдадут экзамены, уже единый госэкзамен, они могут поступать уже в высшеучебные заведения уже по всей России. У нас даже рассматривался вариант уже с Рижским летным училищем, вот, ну, пандемия помешала к выезду, да, но мы хотим тоже вот у них проработать, проработать варианты обучения наших детей на ВАЗе, вот, Рижского летного училища. Замечательная новость. Ну, Алексей Климентьевич, я слышала, что на сегодняшний день вы активно работаете еще так же над концепцией детско-юношеского туризма. Расскажите об этом. Ну, сейчас вот, особенно после пандемии, когда мы больше года уже находились в изоляции, ограничены массовые мероприятия у нас были, ну, массовые мероприятия были ограничены, мы чувствуем и видим в школах, что наши дети из-за малой подвижности, гиподинамии, уже, ну, страдают. Есть потребность нахождения на природе и так далее. И так же мы наблюдаем каждый год, что население республики блуждают лесу, да, там мерзнут где-то, попадают в какие-то чрезвычайные ситуации. И это как раз недоработка, ну, системы образования. После развала СССР у нас вот эта часть запала. Поэтому, так как мы живем в довольно-таки сложных, суровых климатических условиях, мы должны детей подготовить, ну, к жизни. И для этого мы делали концепцию развития детского и юношеского туризма. И в течение нескольких лет, двух-трех лет мы должны сделать реестр маршрутов, походов. Даже вот поездка в Техтюр-парк, да, мы должны вот этой инструкцией все проработать, обеспечение безопасности и вплоть до провиантов, какие провианты должны быть. Вот этот, мы создадим маршрутно-квалификационную комиссию по городу, в которую будут входить с каждой школы члены, которые будут прорабатывать вот этот маршрут, то есть утверждать. И согласие будут, ну, наши дети и родители ходить в походы. И в конце мы получим очень большой такой спектр всех маршрутов, который может быть использован любым участникам. То есть если кто-то сходил в парк Сотчинцы, то из другой школы может открыть вот этот и посмотреть, ну, что необходимо для этого процесса. Или сплав по реке Синя, что необходимо. То есть делиться опытом, получается. Вот эти маршруты вы уже разработали, или они на стадии? Вот какие планы вообще по маршрутам? Ну вот если у нас маршрутно-квалификационная комиссия будет работать, она только вот сейчас в данное время создается, у нас в течение нескольких лет, это, ну, трех лет, будут создаваться вот эти маршруты. То есть появится самый большой такой массив маршрутов, в последующем вот количество маршрутов уже будет уменьшаться. Ну, то есть новых маршрутов. А как они будут вообще проводиться, вот эти вот мероприятия, да, в рамках кружков в школе, или как вообще? Мы в прошлом году, до пандемии, в январе делали фестиваль юношеского туризма «Костер и палатка», и увидели, что очень много родителей, педагогов, необязательно учителей ОБЖ, да, ходят в походы с детьми, но они не регистрируют. И также они не попадают под спортивные разряды. То есть есть и степенные походы, которые, после прохождения которых, дети могут получить спортивные разряды. Ну что ж, понятно, очень замечательная новость. Вы поделились сегодня, во вторник, 9 марта. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи и отличного настроения. А нашим телезрителям и радиослушателям напоминаю, что неделя девятиклассника с сегодняшнего дня стартовала. Доброе утро! А программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. И сейчас я хочу представить вам нашего следующего гостя. Это Нергун Афанасьев, начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости населения городских округов «Офис Моя Работа». И сегодня мы поговорим о трудоустройстве горожан и самозанятости. Доброе утро, Нергун Афанасьев. Доброе утро! Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы нашему гостю по телефону 320066-321166, а также WhatsApp номер наш тоже открыт. Мы принимаем на него ваши вопросы. Итак, Нергун Афанасьев, каково на сегодняшний день состояние рынка в городе Якутске? На сегодняшний день на рынке труда сейчас имеются сложные периоды в связи с пандемией. Ну и по всему миру, конечно. У нас, если посмотреть по статистике, в прошлом году состояло у нас на учете в качестве безработных 200 тысяч граждан. Ну, более 2000 граждан. Сейчас в данное время у нас уже состоят на учете больше 10 тысяч граждан. То есть повышение у нас прямо 7 раз идет. То есть, получается, пандемия так повлияла? Да, так повлияла, конечно. И в основном это у нас люди, которые работали в сфере услуг. Ага, понятно, да. Это рестораны, да. Это рестораны, да. Торговля, рестораны, конечно же, в основном торговля. Ну и кредитная система тоже, банки и так далее. По этому направлению тоже. И если посмотреть даже по вакансиям, которые работатели дают, тоже есть упадок. У нас сейчас в данное время только 3,5 тысяч вакансий. В прошлом году было более 7 тысяч. Ну, тоже два раза почти тоже есть понижение. Как в этой ситуации можно помочь? У нас мы в данное время, ну, в связи с сложной эпид-ситуацией, да, и в связи с постановлением правительства номер 460 с прошлого года мы работаем в онлайн-режиме. Сейчас основной поиск работы для граждан, они ищут через портал работы в России, да. Это же прежде всего и портал работы в России, и через наш инстаграм-канал мы несколько, допустим, ну, ежедневно выкладываем посты, да, какие есть у нас вакансии. И у нас есть, вообще есть в системе центра занятости, да, есть два направления. Это то есть у нас активная занятость, да, активная политика занятости, либо пассивная. А пассивная это у нас пособие. Пособие по безработице, конечно же, у нас увеличилось, да. Если в прошлом году максимальное пособие составило 11 тысяч, сейчас в данное время максимальное пособие составляет 16 тысяч 582 рублей. Это будет временно или вот уже на постоянной основе такая сумма? Такая сумма будет на постоянной основе, но у нас в этом году, с декабря прошлого года поменяли период выплаты пособия. В данное время сейчас они первые три месяца получают максимальное пособие, то есть 16 тысяч, а потом последующие четвертого по шестому месяцу они будут получать 7 тысяч. Но в прошлом году, да, в прошлом году максимальное пособие, вот 16 тысяч, да, это было за весь период. Для тех граждан, которые у нас уволились в прошлом году, да, в течение года, да, и имеют стаж. Но в прошлом году в связи с пандемией, конечно же, да, первые выплаты поменялся. Для тех граждан, которые даже не имеют 26 недель стажа, им тоже было максимальное пособие. И для граждан, которые закрыли ЭП, им тоже было максимальное пособие. Это пассивная занятость, да. Активное же это, конечно, у нас, во-первых, это проведение ярмарок, да, у нас, мы, конечно, проводили все онлайн, и до сих пор тоже онлайн проводим, онлайн-ярмарки, онлайн-вебинары мы проводим. То есть для граждан, которые не только, надо понимать, граждане, которые у нас состоят, но еще не только получают пособие по безработице, но ими оказываются другие государственные услуги, да. Это, то есть у нас профориентация, если гражданин не имеет, допустим, профессии, если он не знает, какую работу ищет, да, то мы, конечно, уже оказываем профориентацию. Если у гражданина подходящей профессии у нас нет, либо у него девять, либо один из классов, мы его направляем на обучение. А как долго вот длится вот эти вот обучения, сколько там месяцев занимает, да? Тут у нас профессиональный обучение. Зависит от профессии, да? Да, зависит от профессии, конечно. У нас есть несколько направлений, то есть для тех граждан, которые же, во-первых, которые не имеют образования, да, соответствующего профильного образования, это у нас на базе девятого, либо одиннадцатого класса они могут пройти рабочие профессии, могут освоить. Это в среднем у нас составляет 3-4 месяца. В основном же это, конечно, у нас парикмахеры, да, рейтеры, монтеры, слесеры, кассиры, повары, кондитеры, да. Но в основном более, которые у нас востребованы на рынке труда. Далее у нас идет граждан, которые имеют образование, среднее и любое высшее профессиональное образование. Это у нас курсы повышения квалификации. Они могут пройти краткосрочные курсы. Ну, допустим, если гражданин долгое время не работал, да, но имеет образование и хочет возобновить свои навыки, умения, да, то в этом случае он может пойти к курсу повышения квалификации. Но в данном случае они составляют от 7 дней до 14 дней. Ну, от недели до двух недель. И если гражданин хочет поменять, ну, на 108 градусов свою профессию, то есть у нас направление профессиональная перебготовка. Ну, тоже это все бесплатно. Он может, допустим, имея образование бухгалтера, отучиться на экономиста, на закупщика, допустим. На закупщика тоже сейчас, ну, на время тоже. На парикмахера, почему нет? Ну, на парикмахера тоже, да. А вот вы гарантируете после окончания этих курсов трудоустройство? Ага. У нас в прошлом году, всего мы обучили в прошлом году 400, более 500 чем-то граждан. Это у нас по всем направлениям, да. То есть у нас есть проект, в прошлом году у нас действовал национальный проект гемографии. То есть мы обучали граждан передпенсионного и пенсионного возраста. Женщин, находящиеся по уходу за ребенком до трех лет, которые работающие, да. И незанятые женщины, которые не работают. И тут прописка не важна по нацпроекту, да. Которые не работают, они могут пройти тоже обучение. Также у нас, ну, основное направление, это безработных граждан, да, для безработных граждан, которые у нас состоят на учете. Мы их обучили в прошлом году более 300 тысяч граждан. Но в связи с пандемией и в связи с сложной ситуацией на рынке труда, мы когда делали статистику, когда делали, когда мы будем обучать курсы, да, когда мы начинали, там совсем ситуация изменилась. Да, то есть мы делаем заявку на начале года, а в середине, когда мы только начинали обучение, там полностью поменялось. Поэтому у нас процент трудоустройства, конечно, был маленьким в прошлом году, да, 60, чем-то граждан. 60 процентов. В этом году мы собираемся обучение, чтобы было последующим трудоустройством. То есть мы в данное время подписали 6 соглашений, то есть после окончания обучения, чтобы его взяли на работу. Но, конечно же, прежде чем направить на обучение, мы проводим собеседование, во-первых, с работодателем. У нас тоже комиссионная все решается, да, то есть мы все начальники отдела, руководство тоже комиссионно решаем, кого направить. Ну, конечно же, у нас есть еще законы, какие есть приоритеты, кто может пойти на обучение. А можно ли к вам обратиться тем гражданам, которые хотят открыть свое дело? Ну, хотя бы для первичной информации. У нас есть активная политика занятости населения. Это у нас для граждан, которые хотят открыть собственное дело, у нас есть субсидии. Субсидия составляет 150 тысяч, ну, 152 тысячи. 2 тысячи это на регистрации. В этом году у нас предусмотрено 10, ну, 10 мест. У нас как раз-таки вот 16 марта будет онлайн-ярмака, бизнес-идей. Для граждан, которые хотят принять участие, они могут, конечно же, поучаствовать. Ну, вся информация у нас в инстаграм-канале есть. Сумма, вот, сказал, 159 тысячи, да? Тут могут граждане обратиться, которые состоят на основном учете и которые не состоят на основном учете. Ну, мест, вы сказали, 10, да? Да, 10. То есть, получается, будет какой-то конкурс. Да, конкурс будет. У нас будет также комиссионная сервисшация. Это у нас те, кто непосредственно курирует, да, данное направление специалисты будет. И наш руководитель будет, и мы приглашаем от центра «Мой бизнес» налоговой и, ну, вот, такие организации, которые у нас есть. А у каких граждан будет приоритет в этом конкурсе? Тех, у кого, может быть, есть какие-то навыки, опыт в бизнесе, я не знаю, может быть, образование соответствующее? Ну, тут образование и навыки, конечно же, играют роль. То есть, о первых же, да, какой у него бизнес-проект и реализуется этот проект. Конечно, сумма маленькая, на 150 тысяч, это невозможно там прям открыть цех, да, ну, большой такой цех, да, но маленькую мастерскую, по-моему, реально, возможно, да. Конечно же, это будет результативность и реальность, ну, насколько это реально будет реализовываться этот проект, да? На эту сумму, да? На эту сумму, да. И тут у нас есть категории, которые, ну, получают дополнительные баллы. Это, конечно, у нас граждане с инвалидностью, малообеспеченные, малоимущие и так далее. А как вы сами думаете, вот на 150 тысяч какой бизнес можно открыть? Ну, что вы можете порекомендовать нашим телезрителям и радиослушателям? Ну, у нас в прошлом году выигрывали такие предприниматели, которые открыли, ну, шили толстовки. Ателье, да? Да, ателье можно открыть, да. Ногтевой, наверное, какой-то бизнес-дэр. Ногтевой, да, кстати, да, ногтевой тоже был. И, конечно же, ну, в основном сфере услуг, да. У нас можно и, допустим, ну, маленькую мастерскую открыть по изготовлению, допустим, мебели, ножей и так далее. Получается, что те граждане, которые могут открыть свое дело, они называются самозанятые, да? Я правильно говорю. А чем отличаются они от индивидуального предпринимателя? Нет, тут немножко... Неверно, да? Да, неверно. У нас, наоборот, граждане, которые хотят открыть собственное дело, они у нас после, как они выиграют, регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя в течение двух недель обязаны. И они обязаны в течение года не закрывать это ЭП, да. Граждане самозанятые, это у нас новый налог, да, на профессиональный доход у нас самозанятые, это прошлого года действует. Самозанятые, это те граждане, которые работают на себя, которые не берут на работу людей, сотрудников не берут, которые сами на себя работают. Которые, допустим, есть у нас мамы, которые, ну, торты делают, которые дома сидят, через инцикрам делают и так далее. Они тоже могут стать самозанятыми. Граждане, которые, допустим, самозанятые, даже могут стать занятыми гражданами. То есть мы сами тоже можем стать самозанятыми, параллельно работая. Мы можем через приложение мой налог скачать, зарегистрироваться. А если мы сдаем помещение, допустим, если мы сдаем гараж и так далее, то мы тоже должны зарегистрироваться в качестве самозанятого. А тот человек, который становится самозанятым, какую-то помощь от вашего управления может получить? От нашего центра занятий управления, ну, офис моей работы он не может получить. У нас только для предпринимателей, но для самозанятых более подробно может рассказать центр «Мой бизнес». Что ж, огромное спасибо за полезную информацию. Я желаю им удачи и отличного настроения. А телезрителям и радиослушателям напоминаю, что только что мы разговаривали с Нюргуном Афанасьевым, начальником отдела профобучения и профориентации управления занятостью населения нашего города. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, увидимся с вами через несколько мгновений. На прошлой неделе в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина прошел спецпоказ фильма Дмитрия Кольцова «Рядовой черен», который стартует официально в кинотеатрах нашего города 11 марта. И сегодня в нашей студии режиссер этой киноленты Дмитрий Кольцов и исполнитель главной роли Айтал Степанов. Доброе утро, ребята. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, Дмитрий, конечно же, вам. По мотивам какого произведения был снят этот фильм? Фильм снят по мотивам всем известной повести Тимофея Сметанина «Егор Черин». Эта повесть входила в программу в советское время, в программу литературы. В основном в деревнях и в школах, где преподавали на якутском языке. То есть ребята из районов, они знают, да? Ну, скорее, скажем, не ребята, а те люди, которые ребятами были в советское время, в советский период. И для вот этих ребят, которые сейчас уже взрослые люди, для них это очень важный персонаж. И вообще это очень такой... Почему вообще вы решили взяться за этот сюжет? Так сложилось, что я вообще решил поучаствовать в проекте, за который взялся не я. И меня туда позвали актером. Так получилось, что потом проект... Заморозили, да? Он заморозился, и когда он разморозился, мне предложили поучаствовать в его разморозке. И вот мы с продюсером Нергон Николаевичем продолжили это дело. И вот я уже... В общем, проект нашел меня, а не я взялся за него. Ну, как-то так. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете смело задавать нам свои вопросы. Телефон студии 3200-66-321-66. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня мы говорим о фильме «Рядовой черен». Ну, многие спрашивают, Дмитрий, каков бюджет фильма? Это прямо такой вот обязательный вопрос. Если сказать точно... Нет, точные цифры я вам не могу сказать до копейки. Ну, порядка 5,5 миллионов, по-моему, миллионов. Ну, и это практически все частные деньги. То есть мы не какой-нибудь большой государственный проект. Мы фильм, который сделан силами и обычными... Можно так сказать, на народные деньги, да? Ну, да. Как вы подбирали актеров? Вот у нас в студии сейчас Айтал Степанов. Вот вы как нашли друг друга? Ну, так получилось, когда мы уже практически приступали к съемкам, у нас еще не было главного героя. Я очень сильно переживал по этому поводу. Вот. И мне посчастливилось, чтобы пришел на пробы Айтал. Ну, я взял текст, который... Один из основных текстов фильма. Ту сцену, где мы с ним вдвоем попробовали. Вам понравился. И очень понравился. И я все больше не ищу. Айтал, какой текст вы читали? Помните? Ой, какой там был текст? По-моему... Вроде... Ну, по сюжету, да? Да, да, да. По-моему, на стрельбище. На стрельбище, да. На стрельбище. Да, 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 да. Айтал, вы профессиональный актер? Ну, этот проект для меня первый опыт, да, в большом кино. А так, я артист театра народов Севера, малочисленных, коренных малочисленных народов Севера. Ну, как сказать... Ну, получается, что это был у вас дебют в кино, да? Дебют в кино, да. Есть какая-нибудь разница между игрой в кино и на сцене театра? Да, конечно, ну, актерская игра в спектаклях, да, на сцене, она отличается тем, что там нужно всё переигрывать, да, то есть, чтобы в зале, там, на последнем ряду зритель увидел каждую твою мимику, да, каждую твою эмоцию увидел, а в кино там по-другому, да, там нужно играть, естественно, на камере, да. И вот, ну, всё равно база одна и та же, и вот тот опыт, который я накопил, работая в театре, он очень помог мне, я очень благодарен своему театру. А вот какие ощущения у вас были, когда вы одевали форму офицера, форму военного? Да, вот, когда мы были мальчишками, мы, конечно, смотрели военные фильмы и представляли, да, какого это быть, ну, носить военную униформу наших дедов, прадедов, которые воевали за нашу родину. Ну, и, да, сейчас уже, как бы, сыграв, ну, поработав в этом проекте, уже ты представляешься, да, сегодняшний, ну, по достающему поколению, и это большая честь. Волнение, наверное, прохие, да. Ну, я вот сама не видела этот фильм на спецпоказе, да, но слышала, мне рассказывали мои друзья, журналисты, что главный герой в этом фильме прекрасно говорит на русском языке. То есть в ленте вы специально отошли и нарушили стереотип, что якутские солдаты в те годы, ну, сталкивались с определенными сложностями в русской речи. Я права или нет? Ну, вы знаете, да, многие обращают на это внимание, но дело в том, что мы старались показать, во-первых, отойти от такого немного комичного образа, к которому привыкли российский зритель, потому что во всех практически центральных проектах представители северных народов показаны такие очень плохо говорящие по-русски. Средние азиаты, например, тоже, да? Немножко такие комичные, и у широкого зрителя российского складывается такой образ, постоянно очень такой, очень странный, немножко карикатурный. И я очень хотел отойти от этого, я хотел показать серьезного, интеллигентного, образованного, очень приятного героя. А еще в фильме слышна немецкая речь, чистая, правильная. Кто за это был ответственен? Дело в том, что мы пригласили настоящего немца на озвучание основных персонажей, зовут его Гернот Крим. Он подошел по-немецки очень профессионально к этому проекту, потому что мы сначала снимали сцены, в которых наши актеры, которые совсем не говорят по-немецки, пытались говорить по-немецки. Для него это было не просто смешно, а даже в некоторых моментах он хватался заговоров. Я ему понимал, что вот под то, что они там наговорили, ему под это надо что-то сказать по-немецки, по-настоящему. Синхронный перевод. Да, не то, что синхронный перевод. Понимаете, наши герои говорят что-то такое, просто губами, можно сказать, шевелят, а ему вот в эти губы надо вложить какой-то смысл. И правильно, ну то есть как бы основной текст он был, и они, конечно, по основным точкам попадали, но он проделал очень большую работу и очень профессионально подошел. И сейчас это чувствуется, и в фильме это очень все лаконично и классно. Ну 11 марта мы сможем это оценить. Дмитрий, я знаю, что в этом фильме вы сыграли сам, вот вначале вы об этом говорили, кого вы сыграли? Я был приглашен изначально на роль лейтенанта Лободы, и когда уже я взялся за сценарий, и когда я уже начал работать над этим, я решил так и оставить. Даже не из-за того, что я хотел сам сыграть, на самом деле я вряд ли когда-то еще буду играть в своих фильмах, потому что это очень сложно режиссировать и играть. Я оставил этого персонажа, потому что я остался сам в этой роли, потому что у нас была очень большая нехватка актеров, актеров славянской внешности, я уже молчу про актеров, которые сыграют немцев. И вот эту позицию я знал, что она у меня закрыта. А кто сыграл немца, кстати? А немца, главного немца сыграл Юрий Горитовский, человек тоже дебютант, скажем так, он еще предприниматель. Мы тоже его попробовали, и опять же пошла энергия, и мы почувствовали, что это будет классный персонаж. А кого сыграл Дмитрий Трофимов из Русского театра? Да, вот у нас единственный профессионал, такой прям профессионал-профессионал, это вот Дмитрий Трофимов. И для меня большая удача, что он согласился с нами поработать. Он сыграл разведчика Шагурова. Он тоже есть, этот персонаж есть в повести. Ну, Дима, конечно, Дима только, как минимум, только своим обаянием, он придает... Своей харизмой. Своей харизмой придает фильму вот эти профессиональные и дорогие нотки, которые мы так любим. Айтал, скажите, какой ваш герой, вот Егор Учери? Какой он по характеру? Дело в том, что книжный Чарин и киношный Чарин, они... Разные? Да, два разных персонажа. Книжный, он более такой весельчак, да? Можно сказать, балагут. А вы придали серьезность, да? Да. И Дмитрий наставил на том, чтобы я сыграл саму себя, да? Играл саму себя. И получилось так, что он киношный Чарин вышел такой, ну, спокойный, серьезный, такой хладнокровный. Ну, как вы сам. Да. Дмитрий, получилось у него? У него больше, чем получилось, он сделал все отлично, и этот персонаж очень вам всем понравится. Я немножко хочу обратить внимание на то, что в повести, да, сам Чарин такой балагур, но кроме Чарина, там есть еще три Николая, такой персонаж. Тоже парень из Якутии, и они встречаются там, ну, и вот он как раз на себе несет, вот он как такой комичный персонаж. Он там шутит, он там смеется. Если бы они оба были такие, оба балагуры, но это было бы немного несерьезно. Перебор, да? Перебор, да. Сейчас, в общем, почти все якутские кинофильмы участвуют в различных кинофестивалях. У вас вот по этому поводу какие планы? Мы точно не фестивальное кино. Мы ушли от, сознательно не стали себя так позиционировать, участвовать в каких-то фестивалях. Мы кино для широкого зрителя. Мы кино для зрителя, в первую очередь. В фестивале это как бы не наша история. Мы очень хотим, наш главный зритель это подрастающее поколение, и наша миссия такова, чтобы подарить нового супергероя нашим мальчишкам и девчонкам. Что ж, огромное спасибо за участие в нашей утренней программе. Будем с нетерпением ждать премьеры. Я хочу напомнить нашим телезрителям, радиослушателям, что премьера этого фильма стартует уже 11 марта. Обязательно все смотрим «Рядовой черри». Ну а на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева. За режиссерским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова.